Храмовый вишневийский праздник Он создавал расцвет и архитектурный, и культуры, и искусства, и в том числе вот этого движения вишнуизма, этой ветви индуизма. И связывается он с приходом в эти края Романуджи, великого философа, святого реформатора вишнуизма. Вот он был изгнан с юга, из среды шиваистов, за проповеди вишнуизма, и попал вот в изгнание на 12 лет в эти края. Находясь в Меликоте эти 12 лет, он основал, как говорят, до 700 матхов, таких вот общин монашеских по всей округе, но прежде всего в самом Меликоте. Вот храм, главный храм, а это мы сейчас находимся в периферийном храме, храм Чела Нараяны и Йога Нарасимхи, это два главных храма вот в этой крохотной маленькой деревушке, которая находится на высоком холме. И главную улочку, вот из края в край, по этой главной улочке можно пройти деревню за 10-15 минут, но она как расширяющаяся вселенная безгранична. И нескольких жизней не хватит, чтобы ее обойти всю, потому что храмов здесь, если я скажу вам, что их сотни, вы не поверите, но их просто не счесть. Потому что на любое подворье, если вы сделаете шаг, вы увидите, что осколки или целиком, или половины храмов разных времен, пристроены к хлеву, к жилому дому, просто находятся в виде глубь каких-то невероятных мегалитических построек и каких-то отверстий в этих каменных построениях, где горят алтари. И все это находится в таком почти поднебесье, на уровне ласточкиных полетов. Ну вот, и здесь один из центров, главных центров вишнуизма. Что удивительно, совершенно нетуристический. Как-то маршруты, слава богу, пролегают мимо этой деревушки. Деревушка невероятная. Я для себя назвал, хотя второй день здесь нахожусь, это такой вот вишнуизм. Деревушка Маконда, где все времена, все пространства, все вселенные перемешаны. Непонятно, сколько монахов здесь находится. Вот стихает никого на улицах, и вдруг начинается и из подваль, и отовсюду какое-то движение, и вот уже из края в край нет им числа. Монахам, песнопеяниям, красочным обрядам и праздникам, которых больше, чем дней в году у вишнуистов. В отличие от шиваистов, где все носит такой, ну, куда более аскетичный характер. Ну, здесь, наверное, два слова надо сказать и о вишнуизме. Хотя, как сказать эти два слова о таком явлении, безбрежном? Ну, в пятом веке, как говорит историография, где-то наметилось расхождение между шиваизмом и вишнуизмом, хотя они эту пору, конечно, так не назывались. Это был автохтонный, доарийский культ Шивы и такой же культ Вишну. Вот они начали свое расхождение. И спустя тысячу лет примерно на юге, это мы пролеснули для быстроты, появляются такие альвары. Это мистические поэты, подвижники, которые создали такой компендиум поэзии, философской поэзии, мистической поэзии, в основе которых лежит пхакти, любовь, принцип любви к Вишну. И вот эти на старотомильском языке, созданные альварами, песнопения продолжают исполняться и по сей день в храмах вишнуизских. Да, наподобие альваров была и другая линия последователей Шивы, которые создавали свою такую базовую певчую модель. И далее, впоследствии такой надхамуни, это первый ачария, первый учитель, он собрал весь этот корпус песнопений, стихов альваров и дал этому такое философское, уже мировоззренческое обоснование. За ним был это уже XI век, ему началье, он предшественник Романуджи, где-то на полсотни лет. Ну и с Романуджи этот собор был вишнуизма завершен уже в том виде, в каком мы его знаем о нашу пору. Значит, говорить о вишнуизме, ну совершенно, не знаешь, с какого края подойти. Ну, наверное, важно сказать, что в отличие от других ветвей индуизма, для них отсутствует понятие майей. Мир не иллюзорен, то есть не отсутствует, а здесь принципиальная разница. Мир не иллюзорен, он реален так же, то есть мы и тварный мир так же реален, как и Брахман, как и Господь, как Вишну. Мы в своем приближении к нему через любовь, а это основной путь приближения к Брахману, можем лишь приблизиться к нему, но никогда не сольемся воедино. Мы сохраняем и на том так называемом свете отчасти свою индивидуальность. И в этом тоже принципиальное отличие. А отношения Творца и Творения в Вишишта Адвайте, о которой мы сейчас вот и говорим, которая и приобрела свои очертания с Романуджи окончательные, вот отношения Творца и Тварного мира, они носят сокровенный, неисповедимый характер. Ну, это если в двух словах. И, ну что же, удивительный, удивительный этот маленький городок или деревушка Меликоте, или Мелькоте, центр, один из центров вишнуизма. Вот его не обойти и за несколько жизней. А здесь, в этом маленьком храме сейчас, куда я на второй день попал, со все растущим ошеломлением от этого места, происходит маленький, какой-то рядовой, ежедневный ритуал. Вот они выносят все мурти из алтаря, вот они украшают их цветами, умащивают, нашептывают, приглашают вишну Господа в свой мир. Ну, послушаем лучше их, чем говорить, говорить, говорить. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА